Тотальная гражданская война в условиях тотального передела собственности. Вот что означало бы победа парламентаризма в России, где в роли Мирабо выступает Макашов, а в роли, значит, Робеспьера Баркашов. Да нет, в роли Камиля Демулена Баркашова. Камиля Демулот. Баркашов вылитый Камиль Демулен. Как в профиль посмотришь, так сходство просто бросается в глаза. А в роли, значит, Аббата Сиеса, генерала Варенников примерно. Так вот, значит, вот чем иметь вот такое, так по мне, извините, лучше то, что мы имели в течение этих 30 лет. Но рано или поздно, рано или поздно, ведь, понимаете, времена-то поменяются, и если такая система будет находиться хоть в каком-то равновесии, не на уровне указов номер 1400, не на уровне пушек танков Таманской дивизии, а вот просто в равновесии. Да, одни будут обсирать других, и будет это бардак. СМЭ, Верховная Рада Украины. Но рано или поздно, рано или поздно, этот парламент все-таки станет парламентом. У него гораздо больше шансов, понимаете. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это некоторый неочередной выпуск, посвященный юбилею, можно сказать, круглой дате с момента событий октября 1993 года в Москве. Мы решили об этом поговорить по моей инициативе. Леонид Александрович очень открещивался от этого разговора, но я, как видите, все-таки смог продавить вот эту тему для обсуждения, а именно разгон Верховного Совета, который произошел 3-4 октября. Если говорить вкратце, то это просто конституционный кризис, который возник из-за указа Ельцина номер 1400, который носил совершенно антиконституционный характер. И в связи с этим Верховный Совет решил его, так скажем, отрешить от должности президента. Он объявил о распуске Верховного Совета. И камнем преткновения, собственно, был курс экономических реформ, который проводил Ельцин, тогда уже премьер-министр Черномырдин. Но, естественно, это была некоторая концентрированная ненависть к Егору Тимуровичу Гайдару, который, собственно, был автором и идеологом этих реформ. Но мы хотели поговорить не об экономике, не о реформах и не о причинах. Мы хотели поговорить о следствиях этого. Потому что, с моей точки зрения, с этого момента в России парламент был упразднен. И кто-то говорит, что это замечательно, кто-то считает, что это было очень плохо. И вот, собственно говоря, мы говорим о том, что такое 30 лет жить в стране без парламента. И первый вопрос, который хотел бы задать Леониду Александровичу. Вы разделяете мою точку зрения о том, что мы уже 30 лет живем в стране без парламента? Здравствуйте, Леонид Александрович. Вот у вас первый мяч. Да, добрый день. Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, потому что вы слишком явно намекнули на темные стороны моей биографии. Когда вы сказали, что я категорически против был этого разговора, я думаю, что любой здравомыслящий слушатель понял, что вы хотели открыть мою реальную роль в разгоне Верховного Совета. Я отчаянно сопротивлялся, и в итоге мы пришли к компромиссному варианту, что, значит, говорить будем, но мою подлинную роль вы скроете. Мы никому не скажем, что вы были танкистом Таманской дивизии. Нет, поднимай выше. Дело в том, что в эти дни, в буквальном смысле поднимай выше, в эти дни в Москве орудовали так никогда и не выявленные снайперы, которые убили, ну, не сказать много, но некоторое количество людей. Так вот, было. Было. Скрывать не стану, было. Причем наполовину это почти раскрыла газета «Завтра», которая написала, что эти снайперы были из еврейской националистической организации «Бейтар». Скрывать не стану. Эта организация была под моим патронажем. Теперь уж срок давности вышел, поэтому я надеюсь, что генеральная прокуратура тогда не расследовала, и теперь расследовать не будет. Да, и модерация Ютуба понимает, что это была некоторая ирония, это была шутка. Это была сравнительно невинная шутка, я надеюсь, невинная. Вот. Но, значит, если говорить всерьез, то я не против, естественно, этой передачи. Почему против любой передачи? Просто я не верю, и не верил, и не верю, что это удовольствие можно надолго на целую передачу растянуть. У нас передачи обычно двухчасовые, что-то я тут двух часов не верю. Ладно. Теперь, значит, по сути вашего вопроса. Живем ли мы без парламента? Ну, естественно, мы живем без парламента. Это вопрос, как говорится, странный. Но я не думаю, что мы живем без парламента. Во-первых, благодаря разгону Верховного Совета, это раз. Во-вторых, я не думаю, что мы 30 лет так, то уж прямо живем без парламента. Нет, конечно. Менялись времена. Я был депутатом, так сказать, парламента в 1994 году. Это был цирк. Это был дурдом. Это была кампания полугородских сумасшедших. Полугородских, потому что там были и сельские тоже. Вот. Но, в общем, конечно, ну, каков вопрос, таков ответ. Каков народ, таков избиратель, таков избранный. Таков поп, таков и приход. Да, да. Поэтому тут разгон Верховного Совета никакого значения не имел. А уж кто из себя представлял Верховный Совет, это я, слава тебе, Господи, наблюдал непосредственно. По сравнению с ним, первая Госдума, это был просто какой-то кембриджский клуб. У них там самый престижный, не кембридж, лондонский, самый престижный клуб называется Гарик. Гарик – это знаменитый английский актер. Вот это клуб любителей драматического искусства. Ну, вот Дума, где был депутат Марычев с накладными грудями, где в буфете подрались депутат Горячев, по-моему, Игорь Ивановский. Этот сукин сын Горячев не сумел ему проломить башку. Стукнул по башке, но не проломил. Да, стулом драка была вроде, да? Вот-вот, я и говорю, стукнул, но и этого не сумел. Ну, кого-то Глеб Якунин крестом бил по голове. Наоборот, Якунина душили. Тот же Ивановский душил и кричал «Души его! Крестом его!» В этот момент истинно христианские чувства Владимира Вольфовича прорвались с нездешней силой. Вот правильно Матфей-то говорил. Кровь его на нас и детях наших. Вот тут-то кровь в Жириновском и взыграло, когда он крестом Якунина. Не крестом, а цепью, на которой... Ну, в общем, короче говоря, вот такой был парламент. Но, еще раз повторяю, по сравнению с Верховным Советом, это было собрание джентльменов, которые сидят вот в клубе Канан-Дойль, описывают, где они сидят целый день и вообще рта не открывают там. Максимум, что могут сказать. Пожалуйста, кофе. Ну, вот как-то так. Но дело не в персональном составе. Опять же, каков поп, таков приход. Других не завезли. Но дело в полномочиях. Думы были и есть, между прочим, на бумаге совсем немаленькие полномочия. Достаточно сказать, что этих полномочий было достаточно, чтобы в 98-м году два раза прокатить Черномырдина, когда его Ельцин, премьер-министр, выставлял. Да, импичмент президенту выкатить не могут. Да, полномочия президента очень большие. Но полномочий Думы, формально, на бумаге, их и сегодня более чем достаточно. С другой стороны, полномочия... Их стало значительно. Меньше. А у Совета Федерации, вот простой пример. Совет Федерации санкционировал использование вооруженных сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации. Это была его чуть ли не главная фишка как органа. Он от этого отказался. Он сказал, Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Вот ему и карты в руки. Чего мы тут будем со своим свинным рылом в калашный ряд лезть? А Валентина Ивановна решила заниматься детскими игрушками. Оно как-то лучше будет. Ну, правильно. На шпильки обменял. Ну, я её понимаю. Вот. Но даже урезанных полномочий и сегодня довольно много. Я, правда, не знаю, что именно они себе отрезали, какую часть тела. Ну, отрезали и отрезали. Их очень мало. Да. Но даже обрезанная дума даже обрезанная дума всё равно теоретически была бы способна к деторождению. Но практически она ни к чему не способна, поскольку действительно её нет. Никаких дум там нет. Здания есть, больше ничего нет. Скола стоит, но это сейчас. А в 90-е годы у них было вполне достаточно. Ну, и недостаточно, недостаточно. Полномочия у парламента, у Думы были. Они с правительством спорили. Они там... Ну, в общем... Их было меньше, этих полномочий, чем в любой демократической стране. Возможно. В целом. Так мы и не демократическая страна, а традиция... Нет, я понимаю, просто мы с чем-то должны сравнивать, по сравнению... Ну, вот я сравниваю. У Верховного Совета полномочий было гораздо несопоставимо больше. Тут даже говорить не о чем. Проблема была в том, что эти полномочия были так по-идиотски прописаны, что они пересекались с полномочиями Ельцина, и невозможно было понять, кто за что отвечает. Поэтому на ваш вопрос я бы ответил так, если буквально отвечать. Да. Мы сейчас живем без парламента. Впрочем, мы сейчас живем без СМИ, без Конституционного, Верховного и прочих судов. Без профсоюзов мы всегда жили. Без любой, любой бумажной, партняжной, каменажной оппозиции. Без какой бы то ни было обратной связи, кроме в целома, между властью и обществом. Все это общеизвестные факты. Спорить тут не с чем. Ваш вопрос, Леонид Александрович, вас зовут Леонид? На этот вопрос я отвечаю. Да, меня зовут Леонид. Спорить не стану. Связано ли это, ведь ваш вопрос не в этом заключался, а в том, связано ли это с разгоном Верховного Совета. Мой ответ. Связано, но отнюдь не необратимой однозначной связью. То есть, после разгона Верховного Совета, после изменения Конституции, после принятия сверхпрезидентской, царской Конституции, были возможны разные варианты развития событий. Букет возможностей. Пучок возьмут. Например, Ельцин мог не насиловать, точнее, не Ельцин, а вся его хоп-компания, могли не насиловать СМИ, а еще, вернее, СМИ и не надо было насиловать, а все СМИ могли не выстраиваться гуськом, чтобы смотреть в заднепроходное отверстие Бориса Николаевича, еще в 96-м году, а он бы проиграл эти самые президентские выборы. Тогда мне это казалось катастрофой. Теперь мне кажется, что это была бы совершенно не катастрофа, а это был бы очень важный прецедент, важный в том отношении, что население России узнало бы, что смена президента это не геологический переворот, не конец света, не революция, не катастрофа, а просто обычное зауряднейшее политическое событие. Да, цирк, шоу и так далее, но это не конец света. И после этого история России пошла бы иначе, потому что проблема не в том, что у президента царская власть, а проблема в том, что это несменяемая власть. Это одна развилка. Вторая развилка более важная, сейчас я закончу. Вторая развилка более важная, это 99-й год. Если бы Ельцин не дрейфил до такой степени, и не трясся над своей Таней и Валей, и не боялся без всяких на то оснований, что их будут преследовать, если бы Лужков не был такой активный идиот, который неизвестно зачем стал угрожать семье Ельцина, непонятно зачем и непонятно чем. И в совокупности удалось бы договориться, не договариваться, то есть договориться о том, что в России президент уходит и не назначает никакого преемника, никаких преемников в стране быть не может в определении. Просто-напросто не досрочно, не 31 декабря, не с цирковыми ужимками, не с цирковыми приемами, не с безумной болтовнёй Юмашев, а просто дошел срок, президент ушел, кого выбрали, того выбрали. Примакова-Примакова, Лужкова-Лужкова, Петрова-Петрова, выбрали и выбрали. Вот вам вторая развилка. И таких развилок можно насчитать дохренищей. Короче говоря, на ваш вопрос судьба, по сути ведь вы задаете какой вопрос? Судьбоносны ли были события 3 октября? Отвечаю, нет, не судьбоносны. Они были не более и не менее судьбоносны, чем государственный переворот, произведённый Столыпиным и Николаем II в 1907 году. Подсказать, что Великая Октябрьская социалистическая революция вытекает из того, что царь изменил полномочия Госдумы и произвёл государственный переворот, я думаю, что мало кто согласится с таким заявлением. Оно кажется абсурдным. Мне точно столь же абсурдным кажется заявление, что из событий октября 1993 года вытекает вся, однозначно вытекает, однозначно вытекает вся последующая история. Ну вот тут наше большое расхождение, что я считаю, что это было гораздо важнее, например, чем выборы 1996 года и история с преемником 1999 года. Попробую пояснить почему. Дело в том, дело в том, что, во-первых, ну начнём с самого простого, с преемника. Просто функция преемника, она ну, так очень закавычивая заложена в той неограниченной власти, которую Ельцин сам себе организовал. Понимаете? То есть он царь, а царь может менять царя на царя, и народ здесь никакой для этого не нужен. Он может просто объявить о своём наследнике. Это вполне себе логично. И Ельцин действовал логично. То есть он не мог при такой конфигурации собственной власти не назначить своего преемника. Почему он не мог? Потому что масса причин, начиная с того, что у него огромная власть, а огромная власть вызывает некоторые вопросы в плане легитимности, если это огромная власть. Огромная власть не может быть демократической, вот скажем так. Потому что демократия строится на разделении власти и так далее. Это аргумент в отношении 99-го года. То есть он не мог не назначить себе преемника. Потому что каким бы он не был человеком лично, а Борис Николаевич был не самым симпатичным человеком, но даже если бы он был бы просто вот такой милейший душечек, он был просто на это запрограммирован. Почему он должен был быть запрограммирован на это? Потому что он есть абсолютная власть, под ним есть машина бюрократии. Он не может эту машину, он единственный рулевой, он не может отпустить руль на полном ходу, некоторый парламент, но если он из машины вытащил педаль тормоза, то единственное, что он может сделать, чтобы эта машина не врезалась в столб, это просто передать кому-то руль на ходу и уступить. Теперь насчет 96-го года. Ну простите, бюрократия, она в отличие от людей читает законы. И те законы, которые были приняты, они также механически ориентировали абсолютно все структуры власти только на действующего президента. То есть, опять же, ну не может шофер, каким бы он крутым не был, затормозить резко, во всяком случае, не имея в автомобиле педали тормоза. Борис Николаевич в 93-м году выдрал из автомобиля педаль тормоза, потому что она его очень раздражала, и выкинул ее в окно. И решил, что эта машина будет замечательно ехать только вперед без тормоза. То есть, даже представим, что Борис Николаевич проиграл эти выборы. Ну вот так случилось. По инерции как-то машина остановилась. Ну сел туда Зюганов. Ну сел кто-то после Зюганова. Ну кто-то после Зюганова просто по некоторому мат-ожиданию рано или поздно узурпирует власть. Почему он узурпирует власть? Потому что у него бумажка есть, у него есть основной закон, у него есть конституция, у него есть подзаконные акты, у него есть в конце концов бюрократия, которая стремится по железному закону олигархии накапливать власть. Правильно? Соответственно, ну узурпирует не Ельцин, узурпирует другу. И какая разница нам, кто узурпирует власть? Но рано или поздно ее все равно узурпирует. Вот же в чем. Нет, мне все эти утверждения кажутся совершенно спекулятивными. кстати, к законам, о которых вы говорите, не имеющими ни малейшего отношения, поскольку в тексте законов, если вы о них, прямо написано как раз про разделение власти, про невозможность никакой узурпации, все это прописано черным по белому. Законы надо нарушать, это другой вопрос, их всегда нарушают, все президенты нарушают законы. Ну, президенты, по крайней мере, не устоявшихся государств, которым, естественно, относилась и Россия, это правда. Законы нарушают, но в тексте законов, о которых вы говорите, естественно, ни одного слова, как не было, так и нет, ни о каких преемниках, ни о какой царской власти. это все нравилось, что его называют царем Борисом. Но это его проблема, его могли называть царем Навуходоносором, могли называть дедом, его дедом называли, могли называть ЕБНом, могли называть Алкахомом, называть можно кого угодно, как угодно. Ну, нравилось ему слово царь Борисом. Царской власти у Ельцина не было, в том-то все и дело. Хотя в Конституции у него очень большие права, это правда. Тем не менее, царскую власть ему сделали, и то не царскую, сильно дребезжащую царскую власть, ему сделали мы, так сказать, либеральная свободомыслящая интеллигенция. Никто силой не заставлял в 96-м году холуйствовать, врать и заниматься дикой пропагандой. Ну, платили деньги большие, это правда. Что верно, то верно. Покупали. Но угроз никаких не было, силой никто никого ни к чему не принуждал. Была гораздо больше автономия регионов, достаточно сказать, что движение значит Наш Дом Россия, оно объединяло как раз Губеров, и собственно говоря, Лышков представлял именно губерскую. Он был во главе, так сказать, губерской оппозиции. Соответственно, эти люди имели свои бюрократические кланы, свои интересы, ну, феодалы. Это были те самые феодалы, которые не смогли провернуть свою великую хартию вольт. СМЭ Украина. В Украине ситуация очень похожа. Это были феодалы, такого примерно типа, но провернуть свою великую хартию вольности они не смогли. Но это опять-таки вопрос, понимаете, не было запрограммировано, что они не смогут. Дальше, вопрос преемника. Во-первых, ещё раз повторяю, в законе по сей день никаких преемников слова нет. Вот что правда, то правда. Кстати, о Конституции, что Хеннису надо было отрубить две руки и две ноги и на этих двух руках и двух ногах повесить шахрая, которые вдвоём писали эту Конституцию. Потому что почему эти мудаки вписали там слово подряд, это одному Богу известно. Никто не может быть президентом больше двух сроков подряд. Для модерации Ютуба это не призывы к насилию, это опять же шутка. Это шутка, да. Это невинная шутка. Зачем они написали это идиотское слово подряд? Как говорится, если в Черном Ирден любил говорить, если руки чешутся, почёсывайте в другом месте. Вот почему они не стали почёсывать в другом месте, а написали слово подряд, этого я не знаю. Но тогда слово подряд никто вообще внимания на него не обратил. Два срока и всё. Подряд, не подряд, два срока. Значит, Ельцин был очень властолюбив, это правда. Но когда он назначал Путин одной из двух, или он окончательно из ума выжил, Ельцин, и всерьёз воображал, что назначив кого угодно, хоть Путина, хоть Распутина, он реально будет рулить, всё равно будет теневым президентом. Значит, он просто на почве многолетнего пьянства спятил. Если же он не спятил, то он понимал, что власть он от-да-ет. Кому он её отдаёт? Совершенно неважно. Он, как известно, произнёс исторические слова «Берегите Татьяну и Россию», сел в машину и уехал. Уехал. Значит, проблема была в неадекватном, глупейшем страхе по поводу своей драгоценной семьи. Ещё раз повторяю. Страх бессмысленный. Ельцин мог бы знать, и они могли бы знать, что никого из власти имущих в России никогда никто не преследовал. Если разорилась и... Кроме царя Николая II... Ну, царя, нет, но разорилась и пошла вниз семья Брежнева. Но, простите, Галина Брежнева была алкоголичка. Не пьяница, как Ельцин, а больной человек, больная алкоголичка. Ну, и так далее. Да и не было у них на самом деле ничего в этих Брежневах. Это враньё, что у них были какие-то невероятные сокровища. Поэтому никто бы их не преследовал, но глупость на глупости сидит, глупостью погоняет. Зачем Лужков и его шайка орали, как бесноватые, что там был такой ещё идиот, босс, который бряхнул замечательную фразу. Ельцин будет мечтать о судьбе Чаушетка. Что это глупость означало? Что он хотел этим сказать? Что Ельцина на куски разорвут? Что они с Лужковым схватят его за две ноги и разорвут пополам, что ли? Что этот бред означал? Но эти чудики в окружении Ельцина, особенно такой прохиндей, как Березовский, глупейший, они начали на этом спекулировать. Всё это в каком-то смысле закономерное, а в каком-то смысле абсолютно случайное и нелепое событие, но никак не заложенное Конституцией 93-го года. Она называется царской. Но назвать, ещё раз говорю, можно как угодно. Да, там очень большие права президента, но та самая дума вполне эффективно бодалась и боролась с президентом. Другое дело, что политическая традиция и культура в России была культурой взяточников, трусов и запуганных обывателей. 5-6 прекрасно душных интеллигентов, а все остальные обыкновенные взяточники и запуганные обыватели. И они были бы взяточниками и запуганными обывателями при любой Конституции. Верховный Совет, у которого было до хрена прав, занимался тем, что брал взятки, распространял безумную, просто откровенно безумную пропаганду, призывал к погромам самым настоящим, организовал вокруг себя защитников демократии в лице Баркошлова, Макашлова и прочих борцов. Общество, память, РНЕ, это все понятно, но понимаете... Поэтому Конституция сама по себе, текст Конституции давал возможность для разных движений при разных людях. А можно конкретный пример? Конкретный пример, просто иллюстрирующий то, что это суперважно. Вот Государственная Дума, это же вообще некоторый нонсенс. Она ни шагу не может сделать с точки зрения нормативов без одобрения на то президента. Нет, может. Любая. Я вам говорю, они два раза в 98-м году резали Черномырдина. Резали. Чего категорически не хотел в тот момент Ельцин и Примаков, которого вытащили, это был не вариант Ельцина. Он не хотел Примакова, он Примакова не любил, побаивался. Тем не менее, его вытащили, Дума проголосовала. Я понимаю, я понимаю, да, но пост главы правительства, председателя правительства, это тоже Митусин пост, и то, что его занимает... Для кого как? Я понимаю, что для кого как, но смотрите, Огика, вы говорите о персоналиях, я говорю о механике, о бюрократической механике. Государственная Дума не может сделать шагу без подписи президента, а президент, вообще-то говоря, может, ой, как сделать много шагов без всякой Государственной Думы. Соответственно, вопрос просто в том, что методом некоторого перебора, постоянного, задача президента установить то количество хауев, ту норму хауев в Государственной Думе, которые не будут заниматься даже этими любовными покусываниями. Понимаете, потому что все то, что происходило в 90-е годы, это тоже были любовные покусывания со стороны Госдумы. Госдума может кусать, но зубов у нее нету, потому что с точки зрения системы законодательных актов, единственное, что может делать Госдума, это просить президента, просить президента утвердить кандидатуру, просить президента утвердить главу Центробанка, просить президента, то есть это чело, это сборище вообще челобитников. Вот же в чем дело. Да, они могут делать ему неприятности, мелкие пакости, но это, простите, не парламент, и это напрямую следует из Конституции, под Конституцией я подразумеваю всю систему законодательных актов, который просто устанавливает такую механику. Нет, я с этим категорически не согласен, просто по фактам. Например, парламент имел право, и имеет, по-моему, до сих пор, но я не знаю, что еще, наверное, создавать парламентские комиссии по расследованию. Кто Михал депутатам Думы, особенно от моего созыва, кто Михал создать комиссию по расследованию событий 3-4 октября. Могли они это сделать? Могли. Сделали они это? Нет, не сделали. Были фальсифицированы, как утверждали, я думаю, так и было, были фальсифицированы выборы 1996 года. Кто Михал руководителю самой крупной фракции в Думе, господину Зюганову, потребовать созыва комиссии, создания комиссии, Думской комиссии, по расследованию выборов 1996 года. Кто Михал? Ответ Михал Зюганов. Михал Зюганов больше никто. Он этого не хотел. События в Чечне. Кто Михал дефолт 1998 года? Кто Михал создать комиссию? И так далее, и так далее, и так далее. Система актов, система законодательных просто актов? Да нет таких актов. Пожалуйста, парламент в России, Дума государственная, имела и имеет полнейшее право создавать такие комиссии. Если прокурор, директор ФСБ, председатель Центробанка и так далее отказываются приходить на заседание этой комиссии, в 90-е годы была полная возможность апеллировать к СМИ. Если они приходят и дают липовые показания, никто не мешает превращать заседание этой комиссии в цирк, на котором вы будете разоблачать, раздевать, унижать, топтать этих чиновников. И так далее, и так далее, и так далее. Но не было одного пустячка, не было в Думе людей, ни одного человека в Думе не было, ни одного, это я заявляю ответственно, который бы всерьез считал, не на бумажках, а внутренне, что мы власть независимая от президента, ни одного такого чудака в Думе не было. Были клоуны Жириновские, были взяточники, извините, в той или иной степени практически все депутаты, я это говорю не понаслышке, кое-что я об этом знаю, были дутые оппозиционеры, то есть люди, которые знали, что их обязанность изображать оппозицию, изображать, как Зюгана, но ему в голову, в страшном сне не приходило, что он может быть реальным борцом, реальным оппозиционером, были краснобаи, эдакие, значит, чацкие, явлинские, но все эти люди знали, что их номер 16, не потому, что это было написано на бумаге, просто у них психология такая, это советские люди, вот если бы в этом парламенте были, Мирабо там, например, значит, Джефферсон, и наконец, один лысый черт, который встанет и скажет, есть такая партия в парламенте, всякая партия должна добиваться, если она, если это соответствует ее программе, снятия президента, снятия правительства, но вот наша партия конкретно, это вот, но не было таких, не бумажками, незаконными сильна российская власть, традициями, традициями подчинения холуйства коррупции, эти традиции не исчезают от бумажки, если вам дают полную власть, вот вы, парламент, нету в конституции таких-то, таких-то, таких-то статей, нету, как в Верховном Совете, во что в таком случае вырождается этот самый парламент, ну не вырождается, вырождается это оценочное слово, превращается, он превращается в компанию Холуев, только Холуев не Ельцина, а Холуев Хасбулатова, Хасбулатов был абсолютный диктатор в этой ГОП-компании, там не было людей, которые бы встали в Верховном Совете, которые бы встали и сказали, нам противен Ельцин с его ворами, с его олигархами, если ты антисемит, скажи, с его евреями, ради Бога, но нам противен Хасбулатов, никто, никто, сам себя, никем не избранный никогда в жизни, никуда, сам себя с помощью своих шестерок объявивший директором парламента, директором, который манипулирует и делает что хоть. Нет, мы представляем третью, альтернативную точку зрения. В этом мы согласны с Ельциным, а в этом мы согласны с Хасбулатовым. Таких не было, их просто выстроил в свою вертикаль, ну, в пирамиду, в свой конус. Хасбулатов. Вот вам и весь независимый парламент. У них силёнок никогда в жизни не было, поэтому им приходилось опираться на погромщиков с улицы. Они что, прям так вот спали и видели Баркашова с Макашовым, что ли? Да нет, конечно. Но им больше опереться было не на кого. Опирались вот на такую шпану. Нет, Александр Ильич, вот я открыл базу законов консультант. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Вообще создание любой комиссии, любой комиссии, оно согласует по закону, как я это понял. Я небольшой правовед, но это... Нет, но там написано, вы прочтите, мы разберемся. Отправляет, там так написано, что отправляет в администрацию, ну не в администрацию, президенту РФ, но в администрацию президента, попросту говоря. То есть, вы хотите... Нет, извините, в законе этого не может быть написано, по той простой причине, что администрация президента РФ не прописана. Есть орган беззаконный, в принципе, беззаконный, или если хотите, противозаконный. Я говорю, что в законе написано. Существование этой организации вообще не предусмотрено. Я говорю, президенту РФ, администрация, это по всей видимости, это я просто добавляю от себя. Администрация, это просто по факту так происходит. как это? Для создания парламентской комиссии требуется согласие президента РФ? Согласование написано. А что такое согласование? Понятия не имею, что такое. Я же говорю, как это толковать? Прекрасно. Встаёт депутат Зюганов и говорит, в нашем законе, это не в Конституции, в Конституции такие вещи не пишутся, в нашем законе есть беззаконный, преступный и просто безграмотный акт. Элементарно безграмотный акт с точки зрения любого студента юрфака, любого института. в безграмотном акте написано, что для создания независимой парламентской комиссии требуется разрешение того, чьи действия эта комиссия будет проверять. Это вообще как? Вы в своём уме, товарищи депутаты? Ну, это так и написано. Понимаете? Так я вам говорю, встаёт Зюганов, лидер самой крупной фракции, и говорит вот такие слова. И если парламент, дума, голосует против, то коммунисты призывают своих сторонников к бессрочному митингу в составе 50 тысяч человек под простейшим лозунгом. Парламент в России с любыми полномочиями, маленькими, сколь угодно маленькими, должен быть независим, от президента. Не может быть парламента, который парламентскую комиссию для расследования деятельности президента согласует, или точнее получает разрешение от президента. Это абсурд. Это же понимают все. Госдума согласует всё, буквально всё с президентом. Что бы они не приняли, законы вступают в силу, как вам известно прекрасно. После подписания президента. Извините меня, если президент не подписывает закон, то этот закон не вступает в силу. И вы прекрасно это знаете. Это никого вообще, говоря, не смущает. То есть, попросту говоря, попросту говоря, как я уже и говорил, Госдума это сборище челобитников, или, иными словами, лоббистов. И, допустим, допустим, сидит там не Геннадий Зюганов, а Анареда Мирабо и говорит, мы здесь собрались по воле народа и действуем по воле народа и уйдём только по воле народа. Видите, он всё равно ничего не может сделать, потому что выйдет господин Золькин и скажет, дорогой Анареда Мирабо, извини меня, друг прекрасный, но вообще-то говоря, президент не просто так по беспределу действует, он действует по конституции Российской Федерации. Этот закон был принят кем? Кем вообще он был принят? Он был принят всенародным референдумом. Далее из этого всенародного референдума была созвана Государственная Дума. Далее Государственная Дума приняла этот закон. То есть, это нонсенс, это абсурд какой-то, если Государственная Дума будет идти вразрез тем законом, который она просто приняла. Понимаете? Вот и все. То есть, кто бы там ни сидел, он связан по рукам и ногам. Да, там сидит Зюганов не потому, что вот Зюганов такой не Анареда Мирабо, а потому что никто, кроме Зюганова, там сидеть просто не может. Так это устроено. Ну, понимаете, тогда, значит, вопрос, что первично, и ссори курица. Первично ли, первичен ли текст этой Конституции? Я честно вам скажу, как положено российскому парламентарию, Конституцию никогда в жизни не открывал, в руки не брал. Это, знаете, как вот швейки-палевцы спрашивают, вы в каком полку служили? Он говорит, я такой гадостью никогда не интересовался, но их задница с такими вопросами. Вот я, значит, тоже такой гадостью, как российская Конституция, никогда в жизни не интересовался, в руки не брал. Я пришел в Думу с твердым знанием, что Дума подчиняется, естественно, президенту, точнее, не президенту, который там ни разу не был, а администрации президента, что в Думу ходят чиновники администрации, это был 94-й год, между прочим. Рехают вопросы, а какие вопросы не рехают чиновники администрации, их рехают лоббисты, в кавычках, от, так сказать, олигархов, то есть просто от богатых людей, рехают с помощью взяток, которые они раздают разным депутатским группам и с помощью других услуг. Я это все знал. Я знал, что это и есть реальные законы Российской Федерации, а вовсе не те глупости, которые написаны на бумаге. Это знание мне, значит, рассказали мои уважаемые коллеги, да и без коллег было. Это синтез и того, и другого, понимаете, из этих законов просто... Частного, да? Давайте я договорю все-таки, ладно? Значит, если в Думу приходят люди такие, как я, вот такие, а я был один один из самых, без всякой иронии, без всякого, значит, самолюбования, один из самых приличных депутатов в Думе. Почему? Очень просто. Я никого не насиловал, не принуждал к харассменту, чем занималось несметное количество депутатов. Но меня не было никакого компромата. Я ничего не воровал, не подделывал документы, не дружил с бандитами, никого не убивал и так далее, и так далее. Я даже не подделывал результаты выборов в своем округе, поскольку ни по какому округу я не проходил, а проходил исключительно по партийному списку. То есть, я действительно, ну и по характеру я человек не бандитско-чиновного склада. Поэтому я был один из самых приличных депутатов. Робкий, да, трусливый, да, против ветра плевать, ни малейшего желания не испытывал. Мне и в голову не приходило спорить с той системой, в которую я пришел и правила которой я прекрасно знал. Так вот, если все депутаты такого пошеба, как я, а некоторые при этом просто бандиты, самые обыкновенные, с погонялами, коронованные некоторые депутаты. Ну, было несколько, но это редкое явление, обычно уважающиеся люди за подлоем было в эту хату ходить. Но посылали в хату, значит, гонцов в хату посылали. Вот при таком составе депутатов, каковые депутаты полностью отражали политический менталитет своих избирателей. Каковы избиратели тоже твердо знали, что они в лучшем случае посылают ходотаев, а в худшем никого не посылают, поскольку не ходили и не голосовали. В голову им это не приходило. При таком составе депутатов возможны два варианта. Вариант первый. Вся эта лавочка управляется чиновниками и взяточниками из администрации президента. Вариант второй. Она не управляется чиновниками из администрации президента, а возникает Махновское гуляй-поле, которое быстро подгребает под себя очередной хазбулат. Вот два варианта развития событий. Реально. Было там некоторое количество отчаянных идеалистов, которых я могу назвать просто по именам, поскольку их было очень мало. Ну вот таким отчаянным идеалистом был Лев Пономарёк. Был грех. Таким отчаянным идеалистом был значит Глеб Якунин. Чудаковатый, такой-сякой, но в общем да. Вот. Могу ещё вспомнить парочку. Да, был значит этот самый какого, господи, ты боже мой, из головы вылетело. Он даже ни в какой фракции не состоял, если я не ошибаюсь. вот сейчас забыл, но я если вспомню как. Ну в общем 4-5 людей не просто честных, но готовых рисковать, идти против массы. Но 4 человека среди 400 человек во-первых погоду не делают, а во-вторых могли бы и сделать, кстати. Могли бы и сделать. У них не было никакой вообще опоры в народе. Просто никакой. В лучшем случае их воспринимали и СМИ их подавали как чудаков, каковыми они являлись, безусловно. Как городских сумасшедших, каковыми они не являлись, но белая ворона среди серых ворон по определению значит два варианта гуляй поле а-ля Хайка Хасбулатова 93-го года или криво-косо подчиняющиеся администрации и ее правилам а-ля Госдумы. Таков реальный расклад. Фатальный ли это расклад? Обязательно ли он должен был привести к тому, к чему он привел? Я так не считаю. Это был расклад нефатальный. При определенном стечении обстоятельств он становился фатальным. Это стечение обстоятельств. Это узурпация телевидения. Это абсолютное в принципе с первого дня отсутствие профсоюзов. В России их вообще никогда не было. Просто. Ну со времен фабзавкомов да. Ну да. Вот со времен фабзавкомов 17-го года. Абсолютное отсутствие профсоюза. Это полный офигизм и наплевательство наших уважаемых пробковых шлемов, которых более чем устраивало такое положение в России. Более чем устраивало. Им и в голову не приходило прилагать хоть какие-то усилия, они же так сказать развитые демократии, они же так сказать учителя пробок. Так. Вот им в голову не приходилось чем-то всерьез тут пытаться заниматься с кем-то. Зачем? Они прекраснейшим образом находили общий язык с российскими чиновниками. Я думаю, что многие западные чиновники только в душе завидовали, что в России все так хорошо, просто и честно. а у нас на западе все надо через задницу кувырком все крутить, вертеть, хотя по сути вот в России развитая демократия. Занес, получил, проголосовали. А у нас крути, верти, какие-то там лоббисты, какие-то там хренатисты берут борзыми щенками и где-то этих щенков еще наберешь. Вообще хренатень какая-то. А разве в такой ситуации разлюли Малина Руслана Емрановича не лучше ли? Ведь ведь рано или поздно, рано или поздно, если у нас, предположим, парламент, это группа бандитов, которая подпредводит... Не бандитов, настоящих бандитов там было очень немного, но тон они задавали. Я понимаю, да, но представим, что это Верховный Совет, господи, а выходит Баркашов с Альбертом Михайловичем, как бы вот они сидят в Думе. Но это все-таки самостоятельный парламент. Да не самостоятельно, а на самом деле что-нибудь самостоятельно? Представим, что... Хорошо, самостоятельность его на уровне того, что они самостоятельно подчиняются спикеру, который не хочет подчиняться никому. Предположим. Но рано или поздно, рано или поздно, ведь, понимаете, времена-то поменяются, если такая система будет находиться хоть в каком-то равновесии, не на уровне указов номер 1400, не на уровне пушек танков Таманской дивизии, а вот просто в равновесии. Да, одни будут обсирать других, и будет это бардак. СМЭ, Верховная Рада Украины. Но рано или поздно, рано или поздно, этот парламент все-таки станет парламентом. У него гораздо больше шансов, понимаете? Вот если человеку отрезать руки, ноги, это все еще будет человек. Если ему отрезать, перерезать вены, это уже не будет человек, это будет мертвый человек. Я же говорю об этом, о том, что некоторое историческое развивка заключалось в том, что мы пошли просто по другой эволюционной ветке, по плохой. Вот я вас прекрасно понимаю, просто тогда давайте все-таки растянули на час, ну ладно. Тогда давайте немножко скажем и о конкретике. Значит, представим себе, что в 93-м году победил, так сказать, парламент. я был тогда категорическим противником этого варианта, я сегодня остаюсь точно таким же категорическим противником этого варианта. Своё мнение про 96-й год я изменил на 180 градусов. В 96-м году мне казалось, что правильно любыми средствами, кроме военного переворота, два, чтобы Ельцин остался в власти. Теперь, я думаю, это было абсолютно неправильно и победа гражданина Зюганова никакой катастрофы в себе не несла. Тем более, я изменил своё мнение, но, правда, в 99-м я и тогда считал, что неправильный вариант. Но, неважно, не обо мне речь. Про 93-й год моё мнение не изменилось. Почему? Очень просто. Вы говорите, что пунктом преткновения были экономические реформы. Нет, извините, это не было пунктом преткновения, по той простой причине, что никакого, никакого плана экономических реформ в Верховном Совете Российской Федерации не было. Никакого от слова никакого. Единственное, что эта публика во главе с член-корреспондентом Российской Академии Наук Хасбулатовым умела, это ругать реформы Гайдара. Но в тот счастливый миг, когда вот был такой момент, ругали, ругали, встал Бурбуля, смахнул рукой и сказал, пошли. И правительство гуськом за ним пошло, хотя он главой правительства отнюдь не был. Что сделал Верховный Совет? Стал просить их вернуться. Потому что он ничего не мог сделать. Ничего. Единственное, что он мог, это там были какие-то жулики, директора разных заводов, которые выбивали какие-то преференции для себя лично, и все. это первое. Второе. В разводе всегда виноваты обе стороны. В драке и скандале, до которых дошло в 93-м году, виноваты обе стороны. И Ельцин их избулат. бесполезно перебирать, кто больше виноват. Ельцин, который один раз просто пьяный в дупель явился на заседание, ему голову под кран подставили, он с мокрой головой пришел на заседание, влез на трибуну и понес такое, что просто никто не мог понять, что он говорит. Вот вы, когда вы говорите, Борис Николаевич, то впечатление не такое, что вы бредите, а полное ясность, что вы пьяный, как стелька. Никакого впечатления тут нет, это просто пьяный человек вылез на трибуну и болтает непонятно что. Он мог сказать, что он пьет-то не от хорошей жизни, а от этих Хазбулатов проклятых. Что он не алкоголик, он не был алкоголиком, он был пьяницей. Что он пьет, потому что вот, вот, а значит, Хазбулатов поприветствовал его щелкнув пальцем по шею. Ну так вот, кто, значит, кто из них? Обои полетим. Отлично. Поэтому в столкновении виноваты обе стороны. Но даже, окей, признаем, что в столкновении виноват Ельцин. И больше виновата его сторона. Его сторона. В составе таких святых людей, как тогдашний, значит, генеральный прокурор Илюшенко, нет, как-то другая его фамилия была. Забыл. Потом он стал министром юстиции. Вот, значит, ну и тогдашнее окружение Ельцина. Хотя среди них были люди лично намного более приличные, чем депутаты. Например, Филатов, глава администрации, был вполне, вполне себе приличный человек. Но в той мере, в какой приличном может быть российский политик. Ладно, виноват Ельцин. Отлично. И тем не менее, представили себе, что Верховный Совет со своими сторонниками одержал победу, что не смог Ельцин купить один Ельцин, Коржаков, там, Ерин, и тогда Ерин, это был тогда министр внутренних Грачев. Не смогли они наскрести один единственный танк, который болванкой выстрелил в здание Верховного Совета. Верховный Совет приходит к власти. Что это означает? Вот приход к власти Ельцина означает с вашей точки зрения авторитарную власть, запрограммированную на сегодняшние события. Я не согласен, что запрограммированную. Ну, ладно, примем вашу точку зрения. Безусловно, означает авторитарную Конституцию. Тут спора нет. Единственный спор о том, почему переписчики Конституции Шахрай и Шейнис, что с ними было, я не знаю, может быть, Шейнис человек был, в общем, может, они в туалет бегали, может, в буфет, и по ошибке вписали туда из другой статьи писали слово подряд. Ну, вот как подпоручик Киже. Он писал, писал, и написал подпоручик Киже, хотел написать разные подпоручики, а у него Киже слепилось, появился Киже. Может, они для Ельцина писали про рюмки подряд, что нельзя две подряд, как бы, вот. Ну, а нет, может быть, они писали про то, что четыре голосования подряд в Думе невозможно, а машинистка перепутала страницы, и они туда, но неважно. Окей, вот такая конституция получилась. Хорошо. Но теперь представим себе на секунду, что победил Верховный Совет. Что это означает? Они власть возьмут? Нет, они власть не возьмут. Никогда. Почему? Потому что во всей стране было двоевластие. Был губернатор, в руках которого была милиция, финансы и все легитимные институты власти. И Совет, в руках которого не было практически ничего. Значит, если в центре побеждает Верховный Совет, то по всей стране начинается перетягивание канатов, разделение. Если побеждает исполнительная власть, то местные Советы легко под нее ложатся и не пятюкают, потому что они под ней уже лежат. И у них никакого желания, никакой возможности бухтеть нет. Вот Лужков взял и мгновенно, не то что без выстрела, а вообще без громкого слова, распустил Московский Совет. И появилась Московская городская дума, которая ничего не могла ни одного дня, но которая ни на что и не претендовала. Если Центральный Совет, то есть Верховный Совет, опрокинул Ельцина, ну или продолжается двоевластье, то по всей стране идет двоевластье. А с учетом политической культуры государства российского, это двоевластье превращается в бандитские войны. В бандитские войны, где против антибиотика выступает этот самый Арсен или как его там зовут, второй значит герой, которого Джигарханян играет. И против адвоката один выступает адвокат два. Вот такие адвокаты по всей стране. То есть это тотальная гражданская война в условиях тотального передела собственности. Вот что означало бы победа парламентаризма в России. Это между прочим означало бы ровно то же самое, что означало бы победа учредительного собрания в 18-м году в его великом противостоянии с большевиками. Вот представим себе, что когда матрос Железняков сказал караулу стал катитесь отсюда, депутаты не стали испуганно собирать бумажки и убежали, а Чернов и Дан подошли, надавали ему по морде и вышвырнули его. И объявили, что они отныне легитимная власть. Они не являлись легитимной властью. Да, что мы легитимная власть, мы не признаем этот ваш совет большевиков и прочее. Знаете, что бы из этого получилось? Получилась бы в 10 раз худшая гражданская война, в ходе которой местные комитеты учредительного собрания были бы разогнаны так же, как их разогнал Колчак в Самаре. Только гражданская война была бы дольше. Дольше и глубже. Ну, ладно, опустим споры про 18-й год, это можно еще два часа Может, это и есть собственно путь. А кто говорит, что будет легко вообще? Не бывает такого решения приятного во всех отношениях? Нет такого. Так неприятного во всех отношениях, а мне кажется, что по сравнению с этой перспективой войны всех против всех, где в роли Мирабо выступает Макашов, а в роли Робеспьера Баркашов... Аббата Сиеса, генерал Варенников примерно. Так вот, значит, вот чем иметь вот такое, так по мне измените лучше то, что мы имели в течение этих 30 лет. Для меня вопроса тут даже нет, насколько это лучше. Ладно, я лицо заинтересованное, потому что меня бы конкретно меня просто пристукнули, это понятно. Но люди менее заинтересованы, вот у меня были знакомые, которые жили на площади Восстания, ну, высотный дом на площади Восстания, где и кучковались сторонники парламента. И вот люди, которые жили в этом доме, говорили, что нам просто страшно идти домой, мы выходим из метро Краснопресненская, и мы идем как сквозь строй, пока на нас не бросаются. Люди совершенно обычные, не журналисты, люди русские, люди вполне благопристойной внешности. Нам страшно идти мимо беснующейся толпы, удравшей из палаты буйных из сумасшедшего дома и раздающие листки там, они назывались? Но мы знаем о содержании этих, догадываемся о содержании этих листок. Содержание, к сожалению, нельзя огласить, потому что тогда нас забанят насмерть и навсегда. Вот. Это был, да, там среди защитников Верховного Совета не буду, так сказать, были разные люди. Вот я, например, знал такую женщину, старую, историку по профессии, по фамилии, довольно странная фамилия, Минарик такая. Но я не знал, потому что она там книгу по истории феодальных отношений написала. И вот это Минарик, уж не знаю, какой черт ее принес, кандидат исторических наук, бабка лет под 70. Пришла к этому Верховному Совету, тоже его, так сказать, защищала и погибла на этом деле. То есть, ее не убили, она благополучно пришла домой, но все эти потрясения оказались такого порядка, что она очень быстро умерла. Были там такие? Были. Больше того, там таких было большинство. Ну, как Кагарлицкий, например. Ну, Кагарлицкий, ладно, отдельная песня. Короче говоря, таких там было большинство. Но тон-то задавали. Совсем не большинство, а вот такие, господа Макашовы, а это робкое, интеллигентное большинство, стараясь зажать нос и закрыть глаза, юлилось где-то рядом. Ну, а Коржаков и Барсуков это прям вот... Нет, Коржаков и Барсуков ничем, в принципе, не отличались от Макашова с Баркашовым, но была разница. Если бы Коржаков командовал Россией, был президентом, то было бы полное, абсолютное тождество. Вот если бы Коржаков в ответ на приказ Ельцина встал, оделся, пошел, сказал, а не пошел бы ты, Борис Николаевич, я тебе сейчас адрес дам, самый, что ни на есть подходящий. Вот тогда было бы полное тождество. Потому что не Верховный Совет командовал Макашовым, а, извините, Макашов командовал Верховным Советом, никем не избранный генерал Макашов. Взял микро... Он даже депутатом, по-моему, не был, да? Да не был никогда депутатом никак. Взял рупор, нацепил на голову положенную боевому генералу женскую беретку с таким хвостиком и проорал в свой микрофон. Отныне не будет ни пэров, ни херов, ни еще чего-то такого. И человек, закончивший Академию Генерального Штаба, в полном беспорядке повел толпу оборванцев штурмовать Останкину. Чему же тебя учили в твоей гребанной Академии? Ну, уж, наверное, ты знал, хотя бы экзамены сдавал, как положено проводить операции силами батальона. Нет. Собрал толпу в полном хаосе, в полном беспорядке. Они бы лучше Мосфильм штурмовали. Почему? Потому что их бы взяли на массовку к ремейку фильма «Оптимистическая трагедия». Там вот толпа анархистов. Была бы шляпа, пальто из драпа, а к ним живот и голова. Была бы водка, а к водке глотка, все остальное трын-трава. Вот, значит, в таком порядке они... Так ты ж генерал-полковник, мать твою. Ты ж две военные академии кончил. Ну, ты их хоть построить-то мог нормально? При первом выстреле удрал, бросив свое воинство на растерзание. Или герой Советского Союза Русской. Молодежь, боеспособные мужчины, взять оружие, я президент Русской, взять оружие, строятся и нас там. Мать твою за ноги, что ж ты, герой Советского Союза, послал их куда-то, никого с ними не послал, нихрена организовать не можешь, только в микрофон умеешь орать. Вот эти люди, вот эти люди руководили бы Россией? Эти люди бы устроили гражданскую войну? Герой Советского Союза, когда в них стали болванками стрелять, орал Зорькину, Валера, ёпть, ты ж крещеный, ёпть, договорись, ёпть, ну, спаси, блин, герой Советского Союза, Гамаль Абдельна, всех на сэр. Вот это ГОП-компания. И вот они претендовали руководить Россией. Да, авторитарную власть они бы не построили, только мне интересно, что бы они построили. Понимаете? Это дело очень гадательное, но, понимаете, с таким же успехом... Нет, это дело абсолютно не гадательное. Устроить погром в Москве они могли. На это их басилёнок хватило. А на больше... Но устроить гражданскую войну в масштабах всей России они бы тоже не смогли. Понимаете? Они бы не смогли. Просто я говорю, по всей стране пошли бы столкновения, более или менее вооружённые, в которых участвовали бы три силы. Мэры и администрация, раз. Советы и поддерживающие их публика два, и местные пацаны, от которых бы зависело, на чью чашу весов склониться. Вот такая... Это не гражданская война, это такое, ну, как сказать, гуляй поле в масштабах страны. Для меня это была единственная альтернатива тому, что такие выдающиеся демократы, либералы и интеллектуалы, как Барсуков, Коржаков, Грачёв и примкнув к ним Жириновский, кстати, он в это время яростно поддерживал Ельцин. их духовный отец господин Сосковец. Да, и духовный отец. Вот альтернатива. Ну, для меня тут альтернативы как тогда не было, так и сейчас нет. А то, что конституцию они приняли отвратительную, надеюсь, за это сейчас в тюрьму не посадят. Ну, её же изменили, изменили в лучшую сторону, очевидно. Ну, да. Кстати, убрали слово подряд. Вот видите, убрали, да. Ну, потому что Хенис помер, так и убрали. Пока он стоял грудью, не могли, а после него, значит, взяли убрать. Да, две подряд не положили. Значит, вот такой был выбор из огня в полымя. Мне казалось тогда и мне, честно говоря, кажется и сейчас, что маленький шанс больше того, больше того, этого шанса не было в 90-е годы, пока не было, так сказать, прослойки, так сказать, пока люди хотели нажраться. Потому что было не до того. Среднего класса просто не было. А вот в 2000-е? Просто не было среднего класса и всё. Да, совершенно верно. А в 2000-е годы, когда пролился золотой нефтедолларовый дождь, появился санс, что возникнут люди, которые уже нажрались и после того, как Севрюжину с хреном они нажрали, они могут подумать и о Конституции. Такой шанс появился. И если бы не опять же такие, как я, и гораздо более влиятельные, и гораздо более умные, и гораздо более харизматичные, и гораздо более такие, и гораздо более сякие, которые это дело благополучно просрали в полном объёме этого слова, то этот шанс мог бы постепенно, потихонечку чем-то наливаться. Понимаете, слова очень важны. Вот в России вся демократия описывалась программой куклы. Очень удачное найденное слово. Вот программа куклы хорошая, смешная, талантливая, или не очень талантливая, неважно. Программа куклы. Это был максимум, чего могла родить сытая, сытая российская общественность. Вот такие пироги, поэтому я бы не списывал всё на значит 94-й год, 93-й год. В 93-м году, так же как и в 91-м году, кстати, нечастый случай в истории России, не только России, когда при выборе из двух возможностей выбрали плохую, но лучшую, чем другую. Обычно при выборе из двух возможностей выбирают плохую, но худшую. А некоторое время назад, как мы знаем, не было никакого выбора, и вдруг просто взяли и сделали самое худшее из всего, что только возможно, без всякого выбора, и вообще без всякой проблемы. Никакой проблемы не было, вообще никакой, просто ноль. И вот при полном отсутствии проблемы, при полном отсутствии выборов, взяли и сделали самое худшее. Так тоже бывает, И отнюдь не только в России, прям скоро. Вообще бы ничего не изменилось, ну, были бы другие фамилии, а система, она бы себя воспроизводила. Вполне возможно, это был некоторый процесс, мы шли по какому-то запрограммированному процессу. Это вопрос о том, телеологично, насколько детерминирована, извините за слово, и насколько телеологична история, и насколько она генетична, ну и так далее, и так далее. Но это уже вечные вопросы, за оставшуюся одну минуту только их решать. А вы, уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь, если вам не нравится. Мы немножко поменяем нашу схему взаимодействия с вами, уважаемые слушатели, об этом я расскажу более подробно в нашем итоговом еженедельном выпуске. Большое спасибо Леониду Александровичу, у нас на сегодня все, как-то так, всем пока, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok